МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Елена Зайцева. Здравствуйте. Несчастный случай в Хортицком районе Запорожья. Инцидент произошел на территории строительства мостов. Вчера вечером 19-летняя девушка с парнем прогуливалась по недостроенному путепроводу. В результате она упала с 15-метровой высоты. Вытащить пострадавшую смогли только спасатели. С тяжелыми травмами она была госпитализирована в 5-ю городскую больницу. Обещанного три года ждут. В этом успели убедиться участники боевых действий в зоне АТО, как только решили оформить земельные участки. Почему из нескольких сотен желающих воспользоваться своим законным правом это удалось сделать немногим, узнавала Екатерина Свириденко. Виталий военнослужащий 55-й артбригады. Не раз бывал в самых горячих точках зоны АТО. Я не хотел быть артиллеристом, потому что я вообще военнослужащий и за контрактом служил в внутренних войсках, кто больше сподівался на Свардию, но привезли сюда, вот ты тут будешь служить. Ну, так-то и так, став я артиллеристом. Мы отбули в зону АТО, где-то в районе Ловайска, под Старобежево, где безпосередньо были уже наши первые боевые заткнили. Сейчас находится в расположении части, ждет демобилизации. После того, как получил удостоверение участника боевых действий, решил проверить, насколько реальны обещанные льготы. Я вернулся с проханием до своей міськой рады. Я прописанный и мешкаю в місті Наргодар Запорізької області. Надошла відповідь з міськой рады. Мне телефонувала дружина, пришла відповідь, прочитала, что мне відмовлено в связи с тем, что в нашому місті немає вільної земли, але якщо вона є, то її не будуть давати, тому що відсутній генеральний план розвитку нашого міста. По закону о статусі ветеранов войны, гарантии їх соціальной защиты, Віталій, як участник АТО, має право оформити земельний участок для индивидуального жилищного строительства, садоводства і огородничества. Але реалізувати своє право участникам боевих действий сейчас практично нереально. Проблема заключається в другому. Участники АТО подають заявление і пишуть, що ми хочемо земельний участок бити в садибну забудову. Садибна забудова – це усадибний жилой дом. Тобто участок 10 соток і один двохэтажний домик. Цей елемент, к сожалению, не є міським елементом. Города не розвиваються за счет одноэтажної застройки. Города розвиваються за счет многоэтажної жилої застройки. Після первої неудачі Віталій вирішив спитати судьбу ще раз. Уже в Запорож'ї. Відповідно до закона, я маю право подати на землю не лише там, де я прописаний, а в любому місті України. Відповідно, я звернувся до Запорізької міської ради з проханням надати мені земельну ділянку в селище Сонячне. Всі знають, що це елітне таке місце в місті Запоріжжя, де земля навіть дорого коштує. Як оказалось, оформити земельний участок за городской чертой гораздо проще. Тільки для этого заявлением нужно обращаться в соответствующий поселковий совет. В городах, в частности в Запорож'ї, по действующему генеральному плану от 2004 года, предусмотрены участки только для многоквартирных домов. Для домостроения багатоквартирных, многоэтажных домов у нас территории есть. И если бы была добрая воля, скажем, военных министерств или тех, кто пообещал людям жилье за то, что они там воевали, и, скажем, была бы заявка и желание этих людей именно построить многоквартирный дом и заселиться, проблем бы не было. Сейчас Управление архитектуры разрабатывает изменения к генплану Запорож'я, а это процесс долгоиграющий. Плюс он требует согласования с центральными органами. Они предложили 80 гектар рядом с существующим военным городком, это Шевченковский район, и 3 гектара ближе к развязке, черевная трасса Харьков-Симферополь. По информации госземагентства в Запорожской области, только 10 участников боевых действий смогли оформить земельные участки. У нас на сегодняшний момент 8 подали заявителей, это семьи, которые потеряли, к сожалению, своих любимых и родных, таких семей 8. Отдельно мы мониторим участников, на сегодняшний момент это около, сейчас скажу, 353 человека подали к нам заявки. По прогнозам Департамента архитектуры, изменения генплана будут готовы только к середине весны следующего года. После этого документы должны будут принять на сессии Горсовета. Я это еще для чего тему эту поднимаю? Потому что сейчас те хлопцы, которые еще остались в АТО и ждут демобилизации, они тоже повернутся и стыкнутся с этой проблемой. То, принайменьше, пока я тут, я хочу что-то для них сделать, чтобы они пришли и не бегали так, как я, не выпрашивали эти крыхты с барского плеча. Екатерина Свириденко, Эдгар Копытов, ТВ5. Рыцари на велосипедах. В Запорожье за порядком и безопасностью будет следить велопатруль. Его участники будут сотрудничать с правоохранителями. Активисты возьмут под контроль места массового скопления людей и района города. На первом дежурстве побывала Евгения Маловик. В летнее время центральный Ждановский пляж – одно из самых популярных мест не только для отдыхающих, но и для карманников. Теперь это место под бдительным контролем рыцарей на велосипедах. Сегодня именно здесь стартовал их первый патруль. Следить за порядком на пляже вызвалось трое участников велопатруля. Сразу приступили к своим обязанностям. Это место активисты выбрали не случайно. Где именно есть необходимость в дежурстве, решают с правоохранителями. Мы, конечно, доверяем нашей милиции, но, вы сами понимаете, не каждый может уследить и проверить то, что творится на улицах города. А так как ребята молодые, ребята будут ездить, смотреть. У нас-то как бы моложе взгляд на эти события. И мы можем вовремя информировать милицию о том, что случилось. Алексей с велосипедом не расстается на протяжении многих лет. Когда узнал об идее организаторов, сразу решил принять участие в проекте. Выделил для дежурства несколько часов перед работой. Присоединиться решил, потому что хочется сделать наш город немножко более безопасным. У меня есть родственники, племянница. И хочется, чтобы люди могли более безопасно ходить по городу, чтобы у них не воровали. А Денис – студент. Его идея велопатруля тоже не оставила безразличным. К своему первому выезду отнесся с особой ответственностью. Увидел ВКонтакте, заинтересовало. Во-первых, безопасность. Милиции стало на улицах меньше. Поэтому надо самим браться за это, потому что никто не сделает безопаснее, кроме нас. А так хотя бы сможем где-то быстро сообщить, даже помочь людям. На протяжении месяца к идее организаторов присоединилось более 20 человек. Участники будут дежурить в свободное время по несколько часов небольшой группой по 3-4 человека. Задача активистов – следить за порядком в людных местах и в каждом районе города. Если заметят правонарушения, сразу сообщат патрульно-постовой службе Запорожья. У нас есть мобильные телефоны командиров, которые мы можем позвонить. Если есть какое-то правонарушение, можем позвонить, и сразу выйдет наряд нам на помощь. В общем, сейчас нам не хватает людей в Ворожкизовском районе, Коммунградском районе и Шевченковском. Так что приглашаем общественников, студентов к нам присоединиться к велопатрулю. К патрулированию на велосипедах может присоединиться каждый желающий. Для этого необходимо найти страницу запорожского велопатруля в социальных сетях и заполнить анкету. Евгения Маловик, Константин Грушко, ТВ5 Лучше, чем в городе, в селе Наталовка местные жители своими силами построили детскую площадку. Таких площадок не найти и в Запорожье. Так что результатом остались довольны все. На открытии побывала Оксана Заводовская. На презентацию детской площадки собрались все жители Наталовки. Ведь ждали этого праздника давно. А вот пенсионер Иван Николаевич еще до официального открытия начал приходить сюда со своей внучкой Ясей. Мы целый день тут и каждый день. Она же и спать не хочет, только идем на площадку и все. Качели тут скатаются, песочком там спускаются. У Яси уже появилась и любимая качеля. Синяя. Она любую, кажется, да, и дедушка катает. Строили площадку всем селом. Помогали от малым до великим. У некоторых маленьких помощников краска на руках до сих пор, ведь потрудились на славу. Мы долго делали это. И красили, и работали все. И помогали таскать все. И камни таскали. И камни убирали все мы делали. А самое главное, что результатом остались довольны. Вся площадка мне нравится. Жители села мечтают, чтобы Наталовка стала спортивным и культурным центром района. Поэтому теперь планируют построить спорткомплекс. А вот к этой площадке было бы хорошо сделать спортивный комплекс. Но в данный момент мы ищем спонсора. Может быть найдется спонсор, который бы помог нам с материалами. А мы, у нас специалистов очень много, мы бы сами кровлю восстановили. А пока наталовцы наслаждаются детской площадкой, которая может сравниться с любой городской. Иван Николаевич уже понял, что теперь тут будет проводить все свободное время с внучкой. Ведь Ясю отсюда не вытащить. Все время. Пока она у нас. Оксана Заводовская, Константин Пороскевич, ТВ5. Плести фенечки, рисовать гречкой и делать панно. Запорожцев учили в рамках проекта «Круг друзей». Любители активного отдыха принимали участие в спортивных конкурсах. На праздники семьи побывала и наша съемочная группа. Круг друзей собрал запорожские семьи в Парке Победы. Волонтеры благотворительного фонда «Улыбка ребенка» говорят, это первый проект такого масштаба. А вот сама идея возникла не случайно. Мы думали, какой же можно придумать проект, который мог объединить и взрослых, и детей в одном формате. И захотелось, помимо объединения, подарить еще праздник, радость. И так возникла идея с фестивалем. Мы всех накормим булочкой, сладкий чай. И будем сегодня смотреть мультики про казаков. Кроме мультиков и булочек, дети и родители своими руками создавали украшения и рисовали необычными материалами. У нас есть нарисованные шаблоны, солнышки, рыбки, мышки. И детки рисуют мастер-класс. То есть намазываются клеем, и каждый уже в зависимости от своей фантазии делает свой рисунок. А вот девочкам оказалось больше по душе плетение украшений. Мы сюда пришли погулять, посмотреть, что здесь. Моя сестра сказала, пойди посмотри, что там. Я раньше не умела плести фенечки. Подошла, говорю, можно плести фенечками? Да. Мне показали, как я научилась. Некоторые работы, сделанные во время праздника, организаторы обещают выставить на ближайшем благотворительном аукционе. Сваляем сердечный ковер из войлока, чистая шерсть. Мы уже который раз, детки выкладывают сердечки, каждое сердечко вдохновляет, что-то объясняет, что-то рассказывает. Эти потом панно мы еще скрутим, сваляем, доведем до готовности, и будут выставляться потом на аукционе. Да, когда будет благотворительный аукцион, где-то осенью у нас. Кто самый сильный, ловкий и внимательный? Кроме мастер-классов были и спортивные конкурсы. Молодцы! Спасибо за команду! Особенностью мероприятия стали улыбасики. Именно их получали победители конкурса. А вот те, кто насобирал достаточное количество улыбасиков, делали покупки в соседней торговой лавке. Так что стимул победить был у каждого. Организаторы обещают, впереди запоросцев ждут еще три подобных проекта. Оксана Заводовская, Константин Пороскевич, ТВ5. Знают, чем развлекать и мои коллеги Дарья Купличенко и Никита Сердюков. Ребята дадут массу полезных советов уже через несколько минут, сразу после выпуска новостей в программе «Планшет на ТВ5». Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, все актуальные новости Запорожья и области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите. Главред. Это tv5.zp.ua. В студии работала Елена Зайцева. Увидимся в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok